Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. В Ереване на днях состоялся 8-й российско-армянский межрегиональный форум. Одной из тем обсуждения стали молодежные и образовательные сферы сотрудничества. В сессии активное участие принимал Государственный институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. У нас в гостях заместитель директора Департамента управления проектами Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, руководитель международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире» Светлана Александровна Ульянова. Добрый день, Светлана Александровна! Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию. Я вижу, что вы пришли не одна. Представьте, пожалуйста, с кем вы пришли. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение и за такое гостеприимство, которое, как всегда, оказывает Армения, когда мы приезжаем. Я сегодня не одна, а вместе с волонтерами международной программы «Послы русского языка в мире». Сейчас вместе со мной за столом Мария Панарина. Очень приятно, Мария. Очень приятно. Светлана, давайте поговорим о значимости подобного форума, проведения форума. Каких конкретных результатов достигла работа вашей сессии? Мы в рамках сессии, это был четвертый круглый стол форума. Тема была заявлена «Сотрудничество в сфере образования и молодежной политики». Институт русского языка Эльни Пушкина презентовал нашу программу, международную волонтерскую программу «Послы русского языка в мире». Рассказали о деталях экспедиции послов русского языка, которая как раз стартовала в рамках этого форума. И также мы обсудили с коллегами перспективы дальнейшего сотрудничества и на полях форума обсудили, как же дальше будем работать и с молодежью Армении. И как раз представители различных армянских организаций обсудили с нами возможности перспективного сотрудничества с институтом Пушкина и в сфере продвижения русского языка и образования на русском. Я знаю, что вне форума у вас продолжилась программа. Вы были в двух школах армянских, в Ереване и в Гюмри. У вас там мероприятия проходят. Можете подробнее рассказать о вашей экспедиции? Да, конечно. Но у нас три школы. Две школы в Гюмри и одна школа в Ереване. Вот как раз Мария может подробно рассказать про то, как проходит экспедиция, как проходят занятия. И вот наша экспедиция, она завершится в субботу. Помимо того, что мы проводим занятия со школьниками, как вы уже сказали, да, в школах Еревана и Гюмри, также у нас уже состоялись наши интеллектуальные игры по межкультурной коммуникации в УЗИ, в Гюмри и в Ереванском государственном университете. Это было во вторник. В среду методист программы «Посло русского языка в мире», сотрудник института Пушкина, провела методический семинар для школьных учителей русского языка в Русском доме в Ереване. И сегодня такое же мероприятие состоится в Русском доме в Гюмри. Мария, можете подробнее рассказать о вашей деятельности? Да, конечно. Мы работаем в школе номер 145. У нас три класса. Это четвертый, шестой и восьмой. Замечательные дети. Они очень нас ждали. Была очень теплая встреча. Мы рассказываем не только о русском языке, но также о русской культуре. Знакомимся с армянской культурой. Проводим различные интерактивы, игры в такой легкой, веселой, активной форме. Мы пытаемся влюбить детей в русский язык и надеемся, что это у нас получилось. Многие ребята говорят, что они хотят и дальше изучать русский язык, читать русскую литературу. И это приятнее всего. Насколько я знаю, вы до этого тоже уже как-то работали с Арменией. У вас были уже послы русского языка из Армении. Насколько активно вообще молодежь участвует в этих проектах ваших? И, наверное, немножко подробнее раскрою в скобки. А вообще послы русского языка, что это такое? Да, у нас программа послы русского языка существует шестой год подряд. И отрадно отметить, что первая экспедиция состоялась практически в эти же даты. Шесть лет назад именно в Ереване. Мы именно здесь, в Армении, пробовали разные форматы, смотрели, как проводить мероприятия. Вместе с коллегами из Армении, со школами Армении, с университетами и с русским домом. И как раз тогда стартовала, можно сказать, наша программа. Мы еще не знали, как все будет происходить, каких-то деталей. И как раз здесь все, можно сказать, и началось. И в рамках наших занятий волонтеры в интерактивном формате обучают иностранных школьников русскому языку, знакомые с культурой и литературой. Как раз Мария рассказала, важно отметить, что кроме того, что мы обучаем русскому языку, мы сами знакомимся с культурой принимающей стороны. И в Армении это происходит просто на высшем уровне. И школьники, и студенты, и учителя, и школьная администрация активно принимает в этом участие. Это, знаете, настоящее армянское гостеприимство. А по какому принципу вообще выбираются школы? Мы работаем с партнерами, это Армянская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, это вузы-партнеры и Русский дом, то есть Россотрудничество в Ереване. И непосредственно Россотрудничество, которое находится в Москве, мы также с коллегами на связи. И они нам помогают взаимодействовать уже с РЦНК, то есть Российским центром науки и культуры в каждой стране, куда мы направляемся. И данная экспедиция проходит еще и при поддержке фонда Горчакова, это фонд публичной дипломатии. И поэтому особое внимание в этой экспедиции мы как раз уделяем межкультурной коммуникации. Поэтому впервые провели в Армении тренинги по межкультурной коммуникации со студентами. Раньше такого не проводили, но каждый год у нас программа чем-то новым дополняется. И в этом году мы придумали еще такой дополнительный формат. Очень интересно. Но насколько я знаю, сами студенты, школьники тоже могут подавать заявки на участие. Не только вы приезжаете, но они могут. Можете подробнее, может быть, зрители тоже кто-то захочет поучаствовать. Это будет очень здорово. У нас уже есть такой опыт, когда иностранцы, которые владеют хорошо русским языком, также любят русскую культуру, становятся послами русского языка. В Армении у нас есть студентка российско-армянского славянского университета. Аня, она у нас полноценный посол русского языка. В прошлом году была, прошу прощения, позавшем году, как раз еще до пандемии, она стала послом русского языка и поехала в Киргизию. Так, если не ошибаюсь, это была именно республика Киргизия. У вас волонтеры мне подсказывают, что у нас достаточно много послов, и поэтому сложно иногда помнить каждую экспедицию, кто где был. И вот успешный пример. Причем сначала она была у нас помощником послов, когда мы приезжали в Армению. Она помогала в взаимодействии со школьниками. Иногда необходим был дополнительный перевод. И она активно подключалась тогда. Ей понравилась программа, она подала заявку. Прошла все этапы отбора, достаточно сложные. Прошла обучение на базе института русского языка имени Пушкина. И после этого уже стала послом русского языка. И в декабре на базе российско-армянского славянского университета у нас состоится также отбор для волонтеров из Армении. Подобные отборы также еще будут и в Белоруссии, в Киргизии и в Таджикистане. Потому что именно в этих четырех странах есть славянские университеты, которые двойного подчинения, Российская Федерация и другой страны. И кто может участвовать в школе? Прошу прощения, студенты, аспиранты, молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет. При этом, если участникам именно до 30 лет принимаются заявки, а уже послы русского языка могут быть в возрасте до 35 лет, потому что не так давно в России были изменения в законодательстве, и молодежь теперь у нас в возрасте до 35 лет. Понятно. Я вот вижу с вами еще один посол русского языка. Наверное, предоставим ей тоже слово. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Диана, я посол русского языка. Нам стало известно, что это ваша вторая экспедиция в Армению. Да, именно в Армению. Это вторая экспедиция. Первая проходила в Анадзоре в 18-м году. И здесь же, получается, я прошла отбор. То есть именно после первой своей экспедиции в Армению я стала послом русского языка, потому что у нас не все становятся послами. Да, сначала нужно пройти обучение, потом поехать в экспедицию, и после экспедиции нужно так себя показать, проявить, да, и только после этого ты можешь стать послом. А каким основным критерием должен соответствовать претендент на волонтерство? Да, чтобы на волонтерство. Человек, во-первых, он должен быть заинтересован в этом. Не думать о том, что это как путешествие, да, хотя это тоже интересно. Но просто мне кажется, многие ребята, когда узнают, что это вау, мы посмотрим много стран, мы съездим везде и подают заявки, конечно, должен быть интерес именно к русскому языку и русской культуре. Когда я пришла в программу, я до сих пор учусь и узнаю много нового. И нужно уметь также работать в команде, не только, да, знать какие-то правила, да, хорошо говорить по-русски, но и все-таки волонтеры, да, послы, мы работаем в парах, и важно работать в команде. Наверное, это такие основные качества. Это интересно посмотреть, как участники воспринимают, да, и на что мы обращаем внимание, как организаторы Института Пушкина. Нам также важно, чтобы у ребят был опыт волонтерской педагогической деятельности. У Дианы, у Марии он, естественно, был. И это важно, потому что, когда ребята отправляются в зарубежные страны, мы обучаем школьников не просто русскому языку, жиши, пиши с буквой «и» и вот падежи. Нам важно, чтобы занятия были интерактивные, и для этого нужен опыт. Именно либо в педагогии, либо в вожатском деле. И в основном все ребята, которые приходят к нам в программу, они обладают таким опытом. Еще особое внимание мы уделяем тому, как ребята относятся к культуре и традициям зарубежных стран. Помимо того, что мы действительно любим русский язык, свою культуру, но мы смотрим, как же волонтеры с уважением относятся к принимающей стороне. И это действительно важный элемент, потому что в этот момент, когда мы отправляемся из зарубежных стран, происходит межкультурная коммуникация. И как раз на каждом концерте, забегая вперед, у нас сначала проходит образовательная программа в школах, волонтеры проводят мастер-классы. И обычно в пятницу по завершению всей программы, которая была перед этим, проходит такой небольшой концерт, когда дети показывают, чему они научились, и в свою очередь волонтеры демонстрируют, что они нового узнали. Обычно это бывает либо фрагмент песни, или целая песня на армянском языке, танцы. Иногда это чтение стихотворений. То есть в зависимости от страны, куда мы приезжаем, в зависимости от школы, мы подбираем конкретную программу, что же именно будут демонстрировать наш волонтерам. А как вы оцените уровень владения русским языком у ребят? У ребят очень хороший уровень. Мы приятно удивлены. Да, Маша уже сказала, что у нас 4, 6 и 8 классы. Но это не русские школы, а армянские. Нет, мы занимаемся именно в армянских школах, где нет углубленного изучения русского языка. Дети бегло говорят. Есть несколько, конечно, ребят в каждом классе, которые либо стесняются, в основном они очень хорошо пишут, но не говорят. В основном все... Кто-то, конечно, быстрее понимает, говорит. Кто-то, видно, когда начинает говорить, вспоминает слова, подбирает какие-то синонимы, либо какое-то слово забывают. И, конечно, не спрашивают у одноклассников по-армянски. Но в целом уровень у детей очень хороший. И даже вот сегодня у нас было занятие, мы потом разговаривали с директором. Она сказала, что она присутствует на некоторых наших уроках и говорит, что те дети, которые у нее молчат на уроках русского языка, на наших уроках они работают. Как-то так получается, что мы их мотивируем, что ли? Ну, это действительно логично, потому что у нас не такой большой возраст. Разница в возрасте между школьниками и нашими волонтерами. И зачастую школьникам легче адаптироваться, легче с нами разговаривать, чем со взрослым учителем. Это другой статус. А здесь все-таки игровой формат. И им кажется, что это действительно так. Им можно совершать ошибки, за это никто не ругает, никто не ставит плохих оценок. И в этом плане намного легче осваивать язык, когда это не какое-то официальное мероприятие, не настоящий урок. Да, вот игровой формате, когда все весело, задорно, в то же время это образование. Но для участников этого процесса, для школьников, они этого не замечают и в то же время приобретают новые знания. Поэтому действительно многие и родители, и преподаватели отмечают, что детям становится легче разговаривать. И поэтому действительно эффективность нашей программы в этом заключается. Вы спросили про русский сектор, в каком мы занимаемся. Нет, мы в основном занимаемся с теми ребятами, у кого есть сложности с русским языком, потому что в русском секторе они так прекрасно им владеют. И мы как раз работаем с теми ребятами, кому нужна помощь. Чтобы действительно наш приезд был эффективным, востребованным. Поэтому делаем именно так. Да. Надеемся, что в дальнейшем еще больше школ будут вовлечены в ваши программы, еще больше ребят будут участвовать. И желаем вам всяческих успехов. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин